Доброе утро! Вчера эти пацаны, филиппинцы, забрали нас домой в гости. Мы переночевали у них во дворе. На утро набежала половина села на нас посмотреть. Накормили они нас с утра завтраком. И вот мы возвращаемся на пляж. Все, покупались в океане. Пришло время с ним прощаться. Сегодня едем уже на Манилу. Послезавтра у нас перелет до Манилы еще километров 300. Эх, три недели на Филиппинах пролетели очень быстро. Вломились в красивый отель с бассейном, с морем. И там есть душ. А душ нам после моря очень не помешал бы. Надо его принять, пока нас не прогнали. Ой, это сеньора. Это сеньор. Тут только один душ. Это вот сеньор, то есть мужской душ. Ну, такой стрёмненький сеньор. А вот это сеньора. Ваня у нас сегодня пошел в женский, он сегодня сеньора. Причем высота двери, ну вот как раз для филиппинских девушек. Мы вышли на трассу и остановили машину с какими-то проповедниками, которые в то же время являлись полицейскими. И как они нам проговорились, они ехали на спецзадание в Манилу задерживать какого-то опасного преступника. Ваня сказал, я хочу быть вашим шпионом. Они подумали, ну да, в принципе, нам бы не помешали шпионы. Они сказали, что они также работают на какую-то международную полицейскую организацию. Сказали, что вообще будет задержание ночью, поэтому сейчас надо куда-то поехать, подождать и только ночью уже ехать в Манилу. Ну, мы согласились, но потом они начали завозить нас в какую-то пердяевку, я там пробивал по GPS-у какие-то села. Что-то стрёмно мне стало. Я решил загуглить, что ж это за полицейская такая организация, о которой они сказали. Я пробил, да, она существует, но на Филиппинах ее отделения нет. Они по дороге с кем-то там созванивались, говорили на Тагальском. Мы с Ваней начали уже шутить про то, что это они, наверное, хирургу звонят, чтобы подготовил операционный стол, чтобы там почки нам вырезать и другие органы. Короче, много по этому поводу мы юморили. Потом я прочитал, что все-таки могут быть члены этой организации как бы автономно работать в любой стране мира. Короче, ночью, как ни странно, мы таки поехали в Манилу. И как я понял, у этих ребят еще и бизнес был, и они сказали, что там какая-то лесбиянка-мошенница не заплатила им за 10 фур, по-моему. И вот надо было ее поймать. Короче, скорее всего, это были их личные делишки. Но, тем не менее, они в нас заинтересовались, потому что она их знает в лицо, а нас не знает. И по ночам она играет в казино. Мы приехали в то место, где она, по идее, должна быть. Ну что, я включил камеру, они-то не видятся. Но как ты себя чувствуешь от предзадания? Ты у нас агент 007, я агент 008. Скажи, ты волнуешься? Нет, ни капельки. Я будто был рожден, чтобы быть шпионом. Первое правило шпиона – никогда не выгляди как шпион. Выгляди как нищеброд, но не шпион. Да. И не надо использовать эту тупую фотографию. С собой таскают фотографии всякие. Да, особенно та, где только подбородок видим. Классная фотография. Там ее не было, мы поехали по другим казино. Но Ваня, как главный шпион, заходил в казино, всех спрашивал, узнавал, показывал фотки. Типа, это моя подруга, тут я вот ее ищу. Ну, ему удалось выведать информацию, что ее здесь нет. Но она заходила, да. Короче, так за ночь мы ее не нашли. И эти ребята приглашали нас домой, но у нас были другие планы. В общем, попрощались уже под утро. Итак, Манила, почти 6 часов утра, но как мы прибыли в 5, было то же самое. Ну, тут в принципе нормально, смотрите, даже такая цивилизация более-менее. Хотя город, уже видно, что город живет. Но вы посмотрите туда. Итак, сейчас мы идем туда. Вот тут происходит уже какой-то трэш. Гамарджоба, геноцвали. И тут бомжи еще валяются везде. А в этом месте нет, а так мы проходили прям десятки, наверное, бомжей везде. Вот так вот, в общем, валим отсюда. И вот теперь мы от этого всего уходим. И тут хорошо уже. Особенно если зайти вот за дом, где не слышно вот этого вот всего шума, но не так слышно. И уже, ну, вроде бы как цивилизация даже. У нас тут есть место остановиться по каутсерфингу. И вот 6 утра мы приперлись. Чувак спит. Хотя мы несколько раз с ним списывались ночью. Он все беспокоился, где мы там, что. Ну, говорю, ну вот так вот получилось. Будем ждать, пока он проснется. Все, мы даже поспали пару часиков. И вот идем гулять. Бай-де-вей, this is James. Сава-хост. Say hello to my subscribers. Can you see them? Look, look, look at this guy. Look, look at that girl. It's all so nice. Yeah, yeah. Китайское кладбище. Посмотрите, какие вот могилки. Прям целые дома. Причем дома тут часто похуже. Намного хуже, прям трущобы. А тут прям офигеть. Офигительные условия. Вот эта вот могилка, целый дом. Вон водичка есть. Все есть, прям как кухня выглядит. Розетки тут есть. Да, розетки. Цветочки. А вот, вот пустая комната. Кто-то спер могилу с трупом. Фотка осталась. Ну, открыто. Можно вписаться, кстати. Не, ну, у нас тут писка есть, конечно, но на всякий случай можно. Закрывается тут. Да. Воды, правда, нет. Розеток тоже. Ну, не лучшая могилка. Зато свободная. А вот еще, смотрите, фэмили Лао. Семья Лао съехала. Оставили дом. Все открыто. А вот, ну, фэмили тут один человек, по-моему, был. Ну, тоже хорошее место. Вполне можно жить. Дворик даже. Картошечку можно посадить тут. Жители этих могил уже задолбали вылазить наружу, поэтому вот, заклеили скотчем, чтобы не вылазили, не ходили тут. Мешаются. Ну, этот скотч не держит. Ну, так себе скотч, да. Китайский. А тут даже двухэтажный домик. Ой, лестница загнила уже. Ой, такая маленькая для китайцев, наверное. Или для филиппинцев. Вау. Кул. I'm king of the cemetery. Вот тут ничего не понятно, ничего не разобрать. Очень старая какая-то. Прям традиционный, сильно традиционный китайский. Наверное, это QR-код. Сейчас попробуем отсканировать. Да, написано, что тут тело. Что тут труп лежит. Работа. От жены и детей. А вот там вон даже есть туалет. Вон, унитаз даже стоит. Ну, вот ребята на кладбище прям тут даже в баскетбол играют. Вообще, как ни странно, баскетбол это самый популярный спорт на Филиппинах. Вот прикиньте, вот филиппинцы, да, вот эти вот короткие. И почему-то баскетбол. Все смотрят NBA, очень популярно. Все спрашивают, какая у тебя любимая команда. Я вообще не знаю, какие там команды есть. Видимо, это осталось в наследство от американцев. А теперь мы пришли на северное кладбище Манивы. Сейчас увидите, чем оно примечательно. Тут живут люди. Вот так вот идешь и даже не понимаешь, что это кладбище. Вот жизнь кипит, люди живут. Ездят даже маршрутки. Даже магазинчики какие-то. Меня зовут Сергей, я из Голоруссии. И я тоже путешествую чуть-чуть. Я вот увидел, что ребята на Филиппинах написал. Буквально вчера они как раз приехали. Эй, что видеть? Вали отсюда давай уже. Никаких условий для работы. Что такое? Вань, прогони его, прогони его. Нам что-то можно было и потише, да? Ага, люди спят вечным сном. О, спасибо. Я, в общем, узнал, что ребята ввечают к Маниле. Предложил нам посетить одно из, я думаю, самых интересных мест Маниле. Все остальное, наверное, вот это место, которое здесь осталось посетить. Вот так. Я, кстати, тоже путешествую. У меня есть небольшая группа. Начал делать видео по Ирану. Адрес Малайс, еще и в сфере тут будет. Так что, если интересно. А ввечении Тора Джезуса на Филипинах, то я думаю, где-нибудь потом информацию... Я ссылочку в описании там оставлю. Спасибо. Спасибо за внимание. Трубфель парковал велик и лег спать. Вот вещи тут сушатся, постирали все. Вот могилки тут. Красота. Ну идиот, и в могилы как. Да, прикольно. Прям вот на могиле продают тут все. Может даже... О, отдыхают люди. Отлично. Красота. Там телевизор смотришь. Вот могила сдается. Продается, точнее. Да, походу, родственники сдают вот эти вот могилы в аренду людям. И они тут живут. Вот на китайском кладбище не живет никто почему-то. Хотя места там достаточно. А тут живут. Видимо, китайцы не сдают в аренду свои могилы. Тут курочки на крыше даже. Вон дом пристроили там четырехэтажный. Не снимай. Итак, ребята, объявляется лучшая шутка насчет вот этого вот места. Я говорю, что это кто-то переехал, место освободилось. Ваня. Вот это, я понимаю, апартаменты. Не то что там. Какие-то закрытые. А здесь можно спать. Удобно. Крыша, стены есть. Интересно, как вот эта вся компания сюда поместилась. Ну, там не тесно? А они еще, видимо, на одном мопеде приехали сюда. Вот тоже такой четырехэтажный домик. А яркий-то какой! Радостный! Ну, как все на этом кладбище. А вот это вот мне непонятно. Вот тут вот 2006 год. А тут 78-й. То есть кто-то поднял и лег сюда. А вот же что? В караоке на Майдане. В смысле на кладбище. Чемпионат кладбища по баскетболу в разгаре. А вот египетская пирамида. Сфинксы всякие. А там чемпионат уже по волейболу проходит. Ну, то есть спортивное кладбище такое. Итак, матч в разгаре. Филиппинец подает. Филиппинец отбивает. И снова Филиппинец. Еще Филиппинец. Белорус задает удар. И русский не отбивает. Вот такой вот интересный у нас чемпионат. Волейбольный кладбищенский. А вот прям могила корабль. А там вот прям многоэтажные такие могилы. Вот там, не знаю, видно, не видно. На каждом квадратике табличка. И вот это как бы по месту. То есть совсем места не занимают, ребята. Прощайте, замечательные, красивые Филиппины. Ну, тут, конечно, они не красивые, не замечательные. А в целом, конечно, да. Да, если вы прилетите на Филиппины. Скорее всего, вы прилетите в Манилу. Сразу бегите оттуда. Там нечего делать. Манила ужасно. Большой, грязный бомжатник. А Филиппины прекрасные. У меня все, как всегда, в последний момент. Вчера бегал фотки, распечатывать открытки. Так хрен и нашел нормальное место. Ну, кое-как уже распечатал. А сегодня вот хотел отправить. А почта закрыта, блин, в воскресенье. Придется отправлять с Малайзии. Да не орите, задолбали, блин. И так бесите. Вот, филиппинские открытки, наверное, отправлю с Малайзии. Подстригся пока дешево. Хотя в этот раз не особо дешево. Ну как, по сравнению с прошлым разом. 50 песо. И вот мы уже в аэропорту. И будем покидать замечательные Филиппины. И так, я уже не знаю, какой день эксперимента. Но две недели уже прошло точно. Бананы. О, ужас. Они, да, они пожелтели. Но и... Ну, вы посмотрите на это. Я не знаю, они съедобные или нет. Вань, ты будешь пробовать? Да. Пробовать будешь? Конечно. Смотри, какой вкусный. Особенно вот этот вот. На, это тебе. Это мой, да. А, это вот тот длинный, который. Мой банан. О, ужас. Но там плесень. Ну, ты не ешь плесень. Ешь то, что внутри. Ну, вот плесень тоже. В этом везде плесень. Что тебе выкидывать? Не, ну, по-любому выкидывать. Ха-ха-ха. Пахнет огурцом? Или уже бананом? Пахнет протухшим огурцом. Как я люблю. Ой, смотри, смотри. О, ужас. Он сгнил. Эх. Ха-ха-ха. Короче, я не знаю, надо загуглить, завикипедить, как бананы вообще делают из зеленых готовые. Сейчас проверим еще этот длинный. Все искусственно. Вот этот вот тоже все, ему хана. Попробуешь? Нет. Ну, не хну. Ха-ха-ха. Фу. Ну, как... А, забродивший какой-то. Ну, хотя бы как банан уже пахнет. Ну, вот это вот максимум, которого мы добились в размножении бананов. Как мне написали в комментариях, что это не бананы-то вовсе были, а какая-то фигня, которую нужно готовить. Ну, а шо вы с нас хотите? С кокосами у нас как-то дружба более заводилась. И, кстати, у меня манги. Манго. Манги получились. Да, кстати, манго мы даже сегодня пробовали. Ваня, который зеленые сорвал, они готовые, нормальные, вкусные, настоящие манго. Большие. Большие. Я не рассказывал, как я получил визу вообще на Филиппины. Это было в Гонконге. У меня была неделя на то, чтобы получить визу. Но я пришел. В этот день они не принимают. Завтра пятница. Они тоже не принимают по пятницам. Суббота, воскресенье, выходные, конечно. Понедельник, вторник был китайский Новый Год. И, в общем, мне осталось только два дня на то, чтобы сделать визу. Поэтому они сделали ее ускоренно. И получилось 500 чем-то гонконгских долларов. 520, по-моему, или 30. Но виза на 59 дней. А вот Ване виза не понадобилась для граждан России. Филиппины без визы 30 дней. Конечно, страна большая, интересная. Много всяких там пляжей, вулканов. Ну, примерно все одинаковое. Но этого всего много. И, конечно, можно было ездить очень долго. Те же 60 дней, 59 точнее, можно было все использовать. Ну, блин, жизни не хватит, если так везде ездить. Филиппины, конечно, классные, рекомендую. Еще большой, огромный плюс в том, что все разговаривают на английском. Никаких проблем с общением не возникало. Но добираться туда только нужно на самолете, так как это острова, логично же. Поэтому, наверное, больше я туда не поеду. Ну, по крайней мере, до того момента, пока нам визу не отменят. Еще такая фишка, с которой я столкнулся только на Филиппинах впервые. Это YouTube Offline. Там можно смотреть YouTube Offline. Это не только Филиппины, там та же Малайзия, в которую мы потом прилетим. И Вьетнам, Индонезия, Индия, еще несколько стран. Очень удобно. Добавляешь прям... Скачиваешь видео, пока у тебя есть Wi-Fi. И потом можешь смотреть видео в Offline. Очень круто и удобно. За стойкой регистрации AirAsia баба какая-то была такая противная. Во-первых, ну да, снова спросила, билеты обратные. Мы начали спрашивать, ну, почему вообще спрашиваете и все такое. И если мы полетим в Гонконг, мы летим в Гонконг, будет ли спрашивать в этом случае? Потому что я, например, собираюсь в Китай. Я же не полечу из Гонконга в Китай, если там на метро можно уехать. Она сказала, я не знаю, это зависит не от нас. В общем, что-то там несла какую-то фигню. Ну да ладно, хрен с тобой. Попросили места вместе, конечно же. И чтобы хотя бы одно было возле окна. Она сказала, ну, вы знаете, наверное, возле окна уже нет. Я не знаю, я не уверена. И, в общем, дала нам места совершенно в разных концах самолета и в проходе. Типа назло, судя по всему, не знаю почему. И я вот сажусь на свое крайнее возле прохода. Оказывается, тут еще два места свободны, в том числе и возле окна. Сейчас вот, да, кстати, уже можно отстегнуть ремни. Сейчас пойду Ваню заберу. Мы уже взлетели тем временем выше облакова. Красиво. Вот и Ваня пришел. Нам такая тупица билеты оформляла. Водруг меня тоже никого нет. И здесь тоже никого нет. Как можно быть таким человеком? Скотина. Да, вообще жив. Нет, животные хорошие. Она плохое животное. Она комар. Комар не совсем животное. По сравнению с ней животное. Господин. Для наших животных. Как- Вач waveform. Как- Продолжение следует...